В швейной мастерской волонтерского движения «Золотые руки ангела» кипит работа. Добровольцы продолжают уходить на фронт, поэтому изделия саровских мастериц разлетаются очень быстро. Шьют с утра до вечера. Сейчас волонтеры изготавливают дождевики, пятиточечники, балаклавы, эвакуационные стропы. Также в процессе работы швей готовят теплые вещи на будущее – толстовки, лангсливы, жилетки. Волонтеры разрабатывают и маскировочные сети. Нам нужны руки, ручки ваши золотые, которые плетут сами на шлемнике. Это плетется крючком. Сетка в виде столбиков по круговому, по кругу. Создается в виде шапочки, достаточно крупными ячейками. А потом оплетается кусочками маскировки. То есть в качестве маскировки используется спонбон или любые вот такие вот камуфляжные ткани. Работы в швейной мастерской хватает всем. Ведь кроме раскроя и пошива, нужно резать и обжигать стропы, утюжить ткань. Также можно помочь с уборкой или собирать сухой душ. Набор сухого душа состоит из губки, пропитанные специальным гипоаллергенным моющим средством, и салфетки. Чтобы помыться, бойцу достаточно всего полрюмки воды. Смывание средства не требует. Такой душ удобен в полевых условиях. Приходят участвовать и дети наших швей. И просто люди неравнодушно присылают ребятишек, которые с удовольствием приходят, нам помогают. И нарезают стропы, и липучки, и скрепляют, и сшивают, и собирают изделия. И сами люди, которые даже многие приходят и говорят, что не умеют шить, немножко поработав на сборке вещей, поняв, чем мы здесь занимаемся, они с удовольствием садятся на машинки. Еще волонтеры разработали сухие супы, и их уже оценили на фронте. Это не только быстро и удобно в нелегких условиях, но вкусно и сытно. Маленькие пакетики рассчитаны на 2-3 порции. Есть различные виды супов – борщ с мясом, рассольник, чечевичный с сухариками, щи. Волонтеры также ждут всех желающих заготавливать суповые наборы. Грузы у нас тоже идут регулярно. Мы уже более 30 машин отправили с нашими гражданами, потому что мы от себя не всегда отправляем машину, но мы присоединяемся к отправкам, которые происходят у нас в городе. Регулярно мы отправляем в госпиталя помощь, в Рязанский военный госпиталь направляем помощь, вот в Мулино мы направляли, и сейчас еще у нас собирается поездка в Мулино. В ближайшее время мы надеемся. В творческом объединении своим также необходима и мужская помощь. Мастерская работает и выдает помощь по будням с 16 до 20 часов. Контактный телефон 8 952 475 95 70. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.